В общем, мне недавно в личку написал человек. Парень учится, как я понял, за рубежом. И по его словам, он очень много времени тратит на учебу, что ему делать. Ситуация, чтобы вы понимали, я сейчас в цифрах могу ошибаться, но было что-то типа, он весь день учится, у него куча пар, там внутри пар буквально полчасика на то, чтобы поесть, и дальше опять пары. Приходит он домой и часа 4 тратит на домашнее задание. В общем, у него на обучение каждый день уходит часов 12. Плюс он еще занимается спортом, учится он, кстати, 6 дней в неделю. И в воскресенье еще часов 6 он тратит на подготовку к следующей неделе. В общем, полный ахтунг, что делать непонятно. Заметьте, мы с ним начали работать, и мы не обсуждали с ним вопрос оптимизации его действий. Конечно, можно было бы спросить, а почему не пойти на заочно, а почему не перевестись с факультета, у него, кстати, не профильный по программированию, на профильный по программированию, хоть как-то оптимизировать этот процесс. Он убеждал, что на парах он не может вообще ничего делать, кроме как учиться, иначе он завалит там какую-то сдачу и прочее, прочее. В общем, жесть полная, куда деваться, непонятно. 12 часов в день учеба, еще и где-то спорт. Вроде бы ситуация безвыходная, да, когда вы слышите, что человек 12 часов в день только на учебу тратит, 6 дней в неделю, когда действительно заниматься программированием, непонятно. Но даже не оптимизируя эти процессы, даже не сомневаясь в том, что можно как-то что-то делать в процессе обучения, на парах и так далее, даже не касаясь вот этого всего, я предложил ему как раз провести простой, банальный подсчет его времени. Вам со стороны может показаться, ну, наверное, там что-то немного, пару часиков в неделю, наверное, он смог найти. Все намного интереснее. Получилась следующая ситуация. 24 часа в сутки, 6 часов, 6 часов, допустим, на сон, 12 часов у него вот эта вся учеба. То есть, 6 плюс 12, 18. Вы, наверное, скажете, ну, наверное, все остальное время это вот там, доехать, еще что-то. Давайте конкретнее, давайте считать. Встать, умыться, еще какие-то дела, ну, это, допустим, час. Время на дорогу, ну, еще часа два. Итого три. 18 плюс 3, 21. И получается, что у нас 24 минус 21, получается, еще где-то три часа. Когда я его спросил, а где еще три часа, он сказал, а я даже и не знаю. И действительно, мы очень много времени тратим на, ну, поплевать в потолок, посмотреть в соцсети, поболтать с кем-то. А ему, видите, в его вот в этом жестком режиме еще как-то хотелось развиваться в программировании. И он действительно этого хотел. Окей. Значит, три часа у него остается в день. И он не знает, куда они деваются. Хорошо. Это, кстати, там уже с учетом тренировок и прочего, если вы вдруг об этом вспомните, уже с учетом этого. Три часа в день. И получается, что в воскресенье он тратит 6 часов на обучение, 24 часа в сутках. Получается, 18 часов. Ему никуда не нужно ехать, он может сидеть дома и заниматься тем, что ему нужно. 18 часов. Плюс 6 часов на сон. 12 часов. 12 часов. Три часа в день умножаем на 5. Это 5 будних дней. Даже нет, на 6. На 6. В субботу же у него тоже жестко все. То есть, три часа умножаем на 6. Получается, 18. И плюс еще 12. Итого 30. На самом деле, там было где-то плюс еще сколько-то часов. То есть, получалось там то ли 34, то ли 36 на самом деле. Мы там более точный подсчет ввели. Но дело-то не в этом. Если вы сейчас просто вдумаетесь, за неделю у человека при всем его жесточайшем графике получалось, что у него свободного времени остается целых 30 часов. Чтобы было понятно. Стандартный рабочий день обычного рабочего человека это 40 часов в неделю. А у него их 30. То есть, ну как я уже говорил, там ближе к 36, но не будем придираться к мелочам. То есть, получается, человек, несмотря на свой жесткий график, при желании, мог высвободить целую рабочую неделю в эту же самую неделю. Магия просто какая-то, да? Но, тем не менее, это нормально для большинства людей. Даже очень-очень занятых, которые считают, что у них нет времени. А тут целая рабочая неделя. Вот такая история. Честная, правдивая, настоящая история. Я не знаю, что человек сейчас делает со своим таймингом. Но так или иначе, без какой-либо магии мы ему наколдовали рабочую неделю, которую он может потратить на программирование. Здорово, правда.